Всем привет, друзья! В вас приветствует Таопчик и хостинг серверов Майнкрафта Апекс Нодс. В сегодняшнем ролике мы с вами займёмся кастомизацией нашего сервера. Мы сделаем ему красивое описание, иконочку, скорборд, а также красивый тап. Перед началом данного ролика я бы хотел попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, а также тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы с вами, друзья, приступаем. Ну, предлагаю начать с самого простого, а именно с добавления иконочки нашему серверу. Для этого переходим в файловый менеджер, и прям в корневой каталог загружаем файлик. Но этот файлик должен быть, конечно же, непростой. У него разрешение должно быть 64 на 64 пикселя, и называться он должен server-icon.png. Если вы такой файлик сделали, скажем, в фотошопе или скачали, можете его сюда спокойно загружать. Я это прямо сейчас сделал, вот у меня файлик server-icon.png. И теперь давайте попробуем перезапустить наш сервер командой reload-confirm. Далее приходим в игру, и видим то, что наша иконочка тут успешно отобразилась. Теперь давайте добавим сюда описание нашему серверу. Перемещаемся в панель управления, переходим в файловый менеджер, и далее находим файлик server.proparties. Открываем его и находим строчку moted. Сюда мы сейчас должны будем кое-что вписать. Но для этого сначала давайте мы с вами откроем новую вкладочку. Здесь мы с вами напишем от topchick.ru У нас открывается наш официальный веб-сайт. Перемещаемся в сервисы motoday generator. Открываем его, и сюда мы должны вставить в стандартном, скажем так, привычном нам формате текст. Я уже чуть-чуть поигрался с настройками, у меня получилось параграф 4, параграф L. Вот так вот много равно значков, а топчик сервера, опять равно значки. Slash N показывает, обратный слэш N, точнее, показывает принос строки, и здесь ApexNodes.xyz. Конвертируем это, и получаем вот в таком вот формате java entities. Копируем это всё дело, перемещаемся в файловый менеджер, и прям так и вставляем. Сохраняем содержимое. Перезапускаем наш сервер. Теперь давайте мы с вами попробуем переместиться в сам Майнкрафт. И мы с вами видим то, что наше описание успешно появилось. Вы можете поиграть с настройками, вы можете подобавлять символов, убирать символов. Короче, это делается тупо методом подбора. Выглядеть это будет, ну, примерно, во всех версиях игры одинаково. Ну, а теперь, друзья, давайте подключимся к самому серверу, и сделаем ему, ну, скажем, красивый тап и красивый скорборд. Потому что, что это за тап такой, а? Ну, это не дело, согласитесь. Всё же, для этого перемещаемся на сайт по ссылочке в описании. Это сайт spigotmc.org, и он ведёт на страничку плагина Title Manager. Нажимаем Download Now. У нас скачивается файлик. Перемещаемся в консоль, файловый менеджер, плагины. И загружаем сюда этот плагин. Далее, опять же, перезагружаем наш сервер. И перемещаемся в игру. Ну, вот мы с вами и уже зашли в Майнкрафт. И что же, вроде как, ничего не поменялось до тех пор, пока мы не нажмём на тап. Мы с вами видим My Server, список игроков, World Time, Server Time, Online Player. Сейчас всё это мы с вами, конечно же, настроим. Перемещаемся обратно в панель управления. Переходим в файловый менеджер. Далее, плагины. Title Manager. Config. Так, обновляем страничку. Чуть у нас пролагнуло. Всё. Здесь мы с вами сейчас будем всё настраивать. General. Ну, Config Version Debug не трогаем. Вот это вот всё мы с вами не трогаем. Bungie Chord можете включить, если вы используете Bungie Chord. Player List. Ну, конечно же, мы его включаем. Заголовок. My Server здесь написано. Ну, давайте изменим, допустим, на Apex Notes. Тире. Тест. Сервер. Сохраняем это всё. В принципе, Shine это тут такая небольшая анимация. Но я не советую вам ставить стандартные анимации. Они не очень красиво выглядят. Лучше ставьте свои анимации. Подробнее об этом вы сможете узнать в каких-то отдельных роликах про этот плагин. Возможно, такие ролики даже выйдут на нашем канале, если вы этого захотите. Далее. Да. Кедр это то, что... Это всё, что до списка игроков. А футер это всё, что после списка игроков. Давайте вот это вот я сотру. Потому что зачем она нам? Вместо Server Time пропишем Server. Хотя пусть будет Server Time. Пусть будет Server Time. Хорошо. Мы можем добавлять здесь строчки. Банально. Вот таким вот образом. Можем их убирать. Welcome Title. Мы можем включить. Можем выключить. Мне это не нравится. Я это выключу. Но это когда игрок будет заходить. Ему будет прям писаться. Добро пожаловать на сервер. Это ваш первый заход. Action Bar я также выключаю. Это небольшая надпись внизу. Placeholders. Ну, пожалуй, пусть так и будет. Только оставлю я только дату. Вот так вот. Далее. Scoreboard у нас включён. Название его пусть будет не My Server. А Оттопчик Server. И линии у нас тут. Name. А Ping. Ping, кстати, почему-то не работает. Я не знаю почему. Server Time. И закрывающая строчка. Disabled Worlds. Это миры, в которых не будет работать. Ну, этот плагин. Далее есть ещё большое количество различных настроек, которые вы настраиваете уже под себя. Я это всё дело сохраняю. Перезапускаю сервер. И давайте приместим всем кинкрафт. Уже в игре, сразу же после перезагрузки, мы видим наш scoreboard. В нём даже есть небольшая анимация. Ну, в принципе, такая же, как и наверху. Но, как я говорил, лучше используйте свои анимации. Как их создать, вы найдёте на Ютубе. Достаточно красивенько всё выглядит. Как вы видите, в табе у нас под строчкой Server Time очень большое количество, скажем так, места. Это, конечно же, мы с вами сделали, просто добавив кучу постных строчек. Здесь мы видим player name, server name. Мы можем достаточно большое количество placeholder сюда добавить. Но для этого нужен уже следующий плагин. Это placeholder.api. Собственно, об этом плагине вы сможете узнать в одном из следующих роликов. Но, друзья, я с вами, конечно же, не прощаюсь. С вами был Атопчик и хостинг серверов Minecraft ApexNord. Я желаю всем удачи и услышимся совсем скоро. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok